Мы рады видеть. Программа наша будет такая. Несколько слов я скажу, потом поправлю слово президенту Содружества Владимиру Александровичу Бабушину, который нам расскажет о путешествии летнем в Сербию, точнее осеннем. Потом я дам слово себе, расскажу несколько слов о открытии памятника Дмитрия Михайловича Балашова в Новгороде, к которому я была свидетелем. Это тоже было летом. А потом дадим слово нашим остальным друзьям, уважаемым коллегам. Обещал подойти Федор Шилов тоже что-то сказать интересное, но по семейным обстоятельствам опаздываю. Ну что еще можем мы сказать? Вот прежде всего обращаю внимание ваше на выпуск нового. Девятого номера. Время-то идет. Практически недавно был первый. Мы это помним. В 2013 году. Петр Шуля. Петр Шуля. Первая презентация первого номера. Ну и вот смотрите уже девятый. Уже девятый. Значит, надо сказать, что каждый номер, у каждого есть изюминка. Вот наши друзья-серба стали уже полноправными участниками. Вот наших встреч, хотя мы здесь не видим, но они вместе. Собираются в сервисе приехать. Очень интересно было. Очень интересно. Очень интересно. Смотреть с ними, пообщаться, безусловно. Вот. География расширяется. Можно сказать, что я еще сама только первый раз вижу этот номер, поэтому ничего пока сказать не могу. Но уже вижу, что просто рука тянется. Очень красивое издание. За это большое, конечно, спасибо нашему председателю редакционного совета и президенту. Он очень старается. Он, можно сказать, несмотря на жестокие споры иногда с нами. Ну, в конце концов, все равно получается, что он прав. И всегда потом на выходе очень приятно держать журнал в этих руках и читать действительно высокую поэзию. Ну, год предыдущий, вы знаете, очень тоже значимый. Кроме того, что это год столетия революции, о чем уже из каждого утюга, если это все понятно, я обращаю ваше внимание также, что это год многих литературных юбилеев. Был юбилей прекрасного нашего писателя Алексея Константиновича Толстого, 200 лет со дня рождения. Будет юбилей буквально через неделю. Это 90-летие Дмитрия Михайловича Балашова. Я потом расскажу. Нашего постоянного автора. Нашего постоянного автора, да. Ну и многих других достойных людей. Вот недавно я из Вологды, там 85-летие Василия Ивановича Белова, вот, тоже принимала участие в конференции. Так что, в принципе, в принципе, что хочется пожелать, чтобы развивалось наше дело, чтобы юбилейный наш выпуск был вообще ослепительным и лучше всех, над чем мы будем работать. Собираем материал. Ну, тоже собираем. Папка уже есть, СВ номер 10, да. Вот. И будем стараться, чтобы наши праздники, они продолжались, чтобы было больше разнообразия, чтобы было больше красоты. Вот. И следование прекрасной нашей классической традиции. Ну, а сейчас я предоставляю Владимиру Александровну Вячеславу. А можно одну секундочку? Подтверждение того, что вы сказали. Я тоже только увидела, вот здесь у вас в зале рассматриваю журнал. Это «Невский альманах», лично от Владимира Степановича Скворцова. Но открываю страничку, и кого я вижу? Кого вы видите? Кого я вижу? А вы видите? А я нет. Себя? Разве вы не видите? А, вижу, да, теперь вижу. Это было в Новгороде. Да. Вот эти десятилетия. Я им, своим друзьям новгородским, как раз выцарапывала у журналового президента номер в подарок. Потому что у нас уже с ними связи очень большие. Они меня пригласили. Вот. Говорят, вот приезжайте. Ну, приехала. Смотрела, там Скворцов. И Скворцов говорит, ну что ж такое, вот куда не придешь, вот вы там. А этот журнал сегодня привезли из типографии. Так что это вообще самый последний. Реверанс не там, Скворцов. Да, Владимира Степановича. Это Скворцов Владимир Степанович. Он увидит, увидит этот реверанс. А ему, значит, можно сказать, новгородские писатели говорили, Скворцов поэт в Север-Руссии. Так что вот такое. Так, кстати, он у нас в числе авторов, по-моему, здесь. Или он в том номере? В этом не помню. В том номере, да. Так, у меня еще тогда уже тут есть смысл еще один номер вам подарить. Ну, просто предыдущий, да? Чтобы у вас был образец от четвертого формата. Так, кстати, там, сказали, это очень правильно. А Скворцов, кстати. Это очень правильно. Пусть не считает плагиатом, но мы возьмем все хорошее, что можно. Раскрою секрет, что я его с Рылеева, с его редакции, сегодня привезла сюда. Он в секции прозы там. Вот, поэтому, а я говорю, а я пошла к своим друзьям. Свежий взгляд. Спасибо, Слава. Маленькое отступление. Он же Пестовский, это новгородский пригород, город Пестово. Ну, не пригород, там далеко. Не, Пестово. Пестово не было? Пестово. Я долго училась, но Пестово. Все, я не знаю? Да, здесь Пестово. Вот, значит, вот, поэтому они его тоже все любят. Что вот у нас Пестово, он как бы местный такой. И такой известный человек. И такой известный, про славу, город Пестово. Вамечательно. Спасибо вам. Пожалуйста. А сейчас.